Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые господа, дамы. Очень рады видеть в этом зале на нашем юбилейном 10-м форуме такое количество гостей, знакомых лиц. И, конечно же, мне хочется отметить, что мы встретились в очень сложный и напряженный момент на газовом рынке, но тем он интереснее. И, конечно же, я рада, что мы можем сегодня обсудить все актуальные вопросы и газовую отрасль, и энергетическую в целом. И мы видим, что весь мир сегодня с замиранием сердца следит за тем, как цены на газ бьют все новые и новые рекорды, которые, как отзывались нам фантастикой, еще несколько недель назад, сегодня уже стали реальностью. Газ стремительно дорожал во всех крупнейших центрах торговли. На наиболее значимом для Газпрому рынке Европы стоимость объемов с поставкой на день вперед на региональном хабе ТТФ достигала практически 2 тысяч долларов США за 1 тысячу метров кубических. Почему же это происходит? Давайте зададимся этим вопросом. Ну, прежде всего, это ряд факторов, которые стимулировали спрос на газ. После холодной зимы и холодной весны в Европе затянулся сенсационное заполнение подземных хранилищ газа. Росту спроса на газ способствовало не только общее восстановление экономической конъюнктуры и энергопотребления, но и форсированный отказ от угля в электрогенерации, который был поддержан удорожанием квот на выбросы, а также падением объема выработки на объектах ветрогенерации и гидроэнергетики. Одновременно с этим сработали и факторы на стороне предложения. Существенные объемы СПГ отправились на более привлекательные рынки Азии, где газ в последние месяцы был существенно дороже, чем в Европе, благодаря так называемой азиатской премии. Много лет подряд в Европе насаждался тезис о том, что российский трубопроводный газ лишь увеличивает зависимость от одного поставщика, в отличие от более гибкого СПГ. Но реалии рынка сегодня свидетельствуют, что гибкий газ проголосовал долларом и ушел на премиальные рынки, фактически оставив Европу один на один со всеми своими текущими проблемами. Достаточно посмотреть на загрузки СПГ-терминал, чтобы понять, сколько газа сейчас не доходит до европейских потребителей. К этому добавилось падение собственного производства в Европейском Союзе, а также технические перебои и отложенные в прошлом году из-за пандемии ремонтные работы у ряда поставщиков, которые, пусть и временно, но ограничили возможность поставок. Одновременно с удорожением газа за последние месяцы в несколько раз сократилось количество сделок на европейских хабах, поскольку участники рынка не готовы вести коммерческую деятельность в прежнем формате из-за неопределенности сложившейся конъюнктуры рынка. За последние четыре месяца 2021 года объем торгов газом с поставкой на следующий день и в следующем месяце на хабе ТТФ увеличился практически, вдумайтесь в эту цифру, на 40%. В сентябре 2021 года этот показатель и вовсе уменьшился в два раза, а снижение ликвидности торгов на хабах ставит под сомнение репрезентативность цен на спотовых площадках как такового. Происходящее сегодня, по сути, доказывает, что европейский спотовый рынок отражает лишь сиюминутное состояние спроса и предложения, но не является, по своей сути, инструментом ценообразования, который обеспечивает долгосрочный баланс интересов покупателей и продавцов. Сейчас европейский спотовый рынок показывает высокую волатильность цен. Он дезориентирует как покупателей, так и продавцов, несет риски дестабилизации экономики всего региона. В последние годы чиновники Евросоюза и многие европейские эксперты неоднократно призывали нас, игроков рынка, отказаться от долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой и также обязательством бери и плати. Мы же всегда выступали в защиту такого типа контрактов. Я хочу отметить, что преимущества, которые они предлагают, никуда не делись и стали лишь очевидней в сегодняшней кризисной ситуации. В нашей отрасли с крупными объемами капиталовложений и длинным инвестиционным циклом, именно такой долгосрочный тип контрактов дает уверенность инвесторам на всех этапах производственной цепочки, начиная от разведки и добычи и заканчивая транспортировкой и потреблением в энергоинтенсивных отраслях. Еще несколько лет назад «Газпром» упрекали за существенную долю нефтяной привязки в его долгосрочных контрактах. Нам говорили, что рынок газа уже достаточно хорошо развит и зрел, чтобы эффективно поддерживать механизм газовой индексации. Сегодня достаточно спросить крупных игроков европейского рынка, во сколько раз газ с нефтяной привязкой дешевле спотового, насколько газ по долгосрочным контрактам «Газпрома» дешевле поставляемого по краткосрочным спотовым сделкам. Необходимо также сказать и о таком важном факторе, как предсказуемость цены. Покупать газ по приемлемым ценам – это, конечно же, хорошо. Но еще лучше точно знать заранее, сколько он будет стоить через месяц, через квартал и через год. Все мы видим на фондовых и финансовых рынках, как дорого нам всем может обойтись такая непредсказуемость. Безусловно, в системе долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой газ бывает и относительно дешев, и относительно дорог. Но предсказуемость цены позволит это предвидеть и своевременно застраховать возможные риски. А главное, на долгосрочной перспективе сохраняется балласт интересов как покупателей, так и продавцов. Кроме того, сегодня очень много говорят о рекордных ценах на газ Европы. Но мало кто обращает внимание на объем таких торгов. А ведь именно долгосрочные физические объемы газа – это именно то, что дает гарантию снабжения в холодные зимние месяца. В этой связи «Газпром» подчеркивал и будет подчеркивать, что выполняет все свои контрактные обязательства перед своими контрагентами в рамках наших долгосрочных заключенных контрактов. И мы полностью удовлетворяем все заявки на поставку. Там же, где есть техническая возможность, мы поставляем газ и по заявкам, которые превышают наши контрактные обязательства. Так, с начала года на зарубежные рынки были поставлены объемы газа, близкие к рекордным. Мы нарастили поставки на крупнейший рынок потребления в Германию на треть по сравнению с прошлым годом. В Турцию – в 2,5 раза. В Румынию – в 4 раза. По всем маршрутам, в том числе и по украинскому, мы по мере сил планомерно поставляли дополнительные объемы газа. Дорогие коллеги, мы встретились с вами действительно в удивительное время, когда газовый рынок подходит и проходит свою историческую проверку на прочность. Мы с вами заинтересованы, конечно же, в том, чтобы выдержать это непростое испытание и на годы вперед подтвердить имидж газа как надежного и конкурентно способного источника энергии. И я уверена, мы сможем добиться этого, только объединив наши усилия. И даже чтобы чуть-чуть смягчить обстановку, хочу рассказать, мы собрались с коллегами, которые здесь представлены, в комнате для спикеров, и с утра первый вопрос возникает, а какие сегодня цены на газ. И мы увидели, что после вчерашнего совещания, которое провел президент Российской Федерации, и после тех заявлений, которые были сделаны, цены на газ резко снизились. И мы все с соглашением, с облегчением вдохнули и сказали, ну, слава Богу. И только в такой тесной связке производителя и потребителя, мне кажется, этот рынок может быть сбалансирован и существовать, и развиваться далее. Спасибо большое. Я благодарю вас за внимание. Я лишний раз хочу поздравить организаторов этого форума с тем, что мы действительно юбилейный десятый. Хочу вам рассказать короткую историю. Одновременно в Питере проходил тоже юбилейный пятый форум России и Латинской Америки на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Они, кстати, большие молодцы. Он вошел в тройку главных форумов латиноамериканистов во всем мире. На этом форуме мы тоже провели энергетическую сессию. Я один из его соорганизаторов. У нас был генеральный секретарь Латиноамериканской ассоциации энергетики и генеральный секретарь Латиноамериканской ассоциации интеграции, которые предложили совершенно неожиданный, ну, для нас, для большинства из нас, и в данном случае, когда я говорю мы, я имею в виду Россию, я имею в виду европейцев, взгляд на альтернативную энергетику. Потому что в местах типа Патагонии сила ветра в три раза больше, чем в Европе, солнце светит всегда, и там, верьте, не верьте, уже является конкурентноспособной солнечная и ветряная энергетика. Уже, без всяких субсидий со стороны Европейской комиссии, которая там не существует в природе. Однако же, когда я им задал вопрос, а собираетесь ли вы в таком случае развивать зеленый водород, ну, понятно, электролиз, основанный на возобновляемых источниках, форум произозначал ответ, нет, он будет только для экспорта. Потому что, как ни крути, все равно мы, там цена повысится, и наши потребители нам это не простят, тем более политически. Но теперь я возвращаюсь к привычной, и, как кому-то кажется, единственно возможной интерпретации баланса энергоперехода, который звучит в Европе, и звучит в частности в Германии, на которую, как Елена Викторовна сказала, приходится треть поставок. Ленк, тогда мы с вами встречаемся сегодня не просто в день 10-го юбилейного форума газового в Петербурге, мы встречаемся в день начала переговоров коалиционных в Германии относительно создания нового правительства. Вот мы, журналисты, с утра получаем такой анонс, вот сегодня анонс от Евровидения, значит, переговоры СДПГ, свободных демократов и зеленых. Зеленые набрали приличное количество голосов. Зеленые так или иначе войдут в светофорную или немецкую коалицию, или в коалицию Ямайка, но это уж там немцы сами себе решат. Не подножкой для вас является наличие зеленых в германском правительстве для дальнейшего развития поставок в Германию? Спасибо, Сергей Борисович. У вас действительно всегда интересные вопросы. Вы знаете, я не берусь комментировать политические события, но могу прокомментировать ряд утверждений, которые мы слышали в предвыборной кампании зеленых. Например, это отказ от строительства инфраструктуры для транспортировки газа. Это отказ от строительства новых СПГ-терминалов. Но, мне кажется, сегодняшняя ситуация на рынке Европы в общем-то ответила за меня фактически на этот вопрос. Мы понимаем, что цикл инвестирования в нашей отрасли очень длинный и очень капиталоемкий. И такого рода утверждения, естественно, демотивируют компании проводить инвестиции в инфраструктуру, а также в добычу, разведку, производство и так далее. Мы понимаем также, с чем столкнулась Европа в разрезе взобновляемых источников энергии. Безусловно, как какой-то компонент портфеля, наверное, они имеют право на существование. Но считать, что мы можем полностью заменить в самое ближайшее время поставки традиционных энергоносителей, таких как газ, нефть. И даже мы сейчас можем видеть, что происходит с углем. Отказ от угля должен был произойти изначально по планам к 1938 году. Сейчас Европейская комиссия декларирует об отходе от угля уже к 2030 году. Но мы видим, как выросли цены на газ. Мы видим, что на сегодняшний момент нет альтернатив, которые могут помочь этой кризисной ситуации. И это касается не только Европы, это касается всех регионов. Мы видим, какие произошли ограничения по поставкам электроэнергии в Китае, какие происходят закупки на энергетическом рынке и угля, и нефти, и, конечно же, СПГ. Поэтому мне кажется, что существуют определенные политические заключения и декларации, но существует также экономическая жизнь. И в первую очередь руководители государства должны беспокоиться о безопасности своих граждан и своих стран. И мне кажется, что все-таки рациональное должно побеждать в конечном счете. Редактор субтитров А.Семкин